всем привет друзья это спонтанное видео надеюсь оно будет кому-то полезно потому что знаю среди вас есть люди которые думают так же как и я вот мой игровой ноутбук lenovo от него осталась лишь картинка когда я его продавал в google фото она сохранилась и про него я делал обзор в общем все кто подписан на канал или смотрел знает что у меня был такой ноутбук ноутбук хороший но я его продал потому что как вам сказать потому что я купил вот этот ноутбук но это совсем уж просто нет друзья объясню минусы игрового ноутбука самый главный большой минус это аккумулятор аккумулятора вообще не хватает это большой это первый минус второй минус это огромный блок питания третий минус в общем можно занести как в первый во второй он большой тяжелый и короче этот ноутбук не транспортабельный как его правильно так называть поэтому то есть по большому счету друзья покупая игровой ноутбук вы просто обрекаете себя на то что у вас ноутбук будет стоять на одном месте по сути как будет выполнять роль как персонального компьютера да вы сможете его с комнаты перетаскивать на кухню допустим или другую комнату но не более того пользоваться на кровати неудобно невозможно по сути ну я не знаю зачем он нужен а вот хочется взять ноутбук поваляться в кровати до посмотреть фильмы что просто попользоваться и взять собой игровой ноутбук для этого не тянет поэтому друзья я решил купить ультра тонкий ноутбук я хотел все время купить себе macbook но мне macbook не подходит мне нужен был но именно на windows и у меня было много ноутбуков за последние годы очень много всяких разных про многие из них я делал обзоры и я докатился до того что я купил себе по сути macbook только на windows это microsoft вебтоп surface видите у него даже в сзади нету вентиляции то есть вентиляция у него есть торца вот она небольшая я его могу спокойно класть на ноги себе на кровать не боясь что мне туда что-то залетит что он будет греться он тонюсенький такой же как macbook air он офигенно работает он работает так классно что я охренел сказать честно того что windows может так работать знаете на андроиде есть google да google смартфоны и там android работает ну поразительным образом офигенно тоже отличается от других смартфонов также и microsoft windows работает на ноутбуке который который собственно microsoft и принадлежит работают намного круче чем на другом любом ноутбуке парадокс нет это просто своя система свой ноутбук и он работает классно мне он просто разблокируется моментально у него помимо 2к дисплея сенсорный дисплей у него тут куча датчиков там что он лицо мое определяет просто на ура и быстро разблокируется у него поверхность алькантара у него touchpad многие я читал статьи называть эталонным в мире вообще ноутбуков он работает идеально но лучше наверно только у apple поразительный ноутбук быстро работает приятный тонкий в общем классный единственные минусы это тут нету портов практически ну вот если их вам будет не хватать по сути только один usb порт этот дисплей порт наушники и фирменная зарядка магнитная ну надо будет переходники использовать кому надо будет больше клавиатуры поэтому друзья с ноутбуком я определился для меня идеальный ноутбук это тонкий легкий ноутбук нам от microsoft у меня было много всяких ноутбуков этот чисто если вы хотите ноутбук использовать для windows хотите работать с windows то лучше ноутбука чем от microsoft просто не существует это точно я уже ну не знаю у меня столько их было что ну короче я не знаю лучше я ничего не увидел следующий период момент а как чего в игре играть а вот так друзья я купил xbox вот купил xbox если я хочу поиграть я играю просто на огромном телевизоре видите вот сажусь на дела вон туда и играя только что играл приставка да она чуть-чуть тепленькая она практически не греется многие там пишут кого-то перегребить там у меня нормально все работает тихая быстро включается быстро выключается пульт прикольный игрух я себе он накачал единственное что могу сказать то что какой тут минус это получается что 512 гигов памяти конечно не хватает чтобы установить много игр сейчас вам покажу что тут у меня установлено сейчас я играю джуз кейс джаз кейс 4 офигенная игра мне затянуло довольно таки для меня сложная давно не играл в игрухе так вот по сути смотрите киберпанк я закачал фар край фигу джаз кейс mortal kombat и том квэнти ну по сути просто скачал ну и толком не играл раз-два-три-четыре-пять шесть игр памяти свободно осталось 52 гига ну практически ну может еще одна игру какая-то закачается но принципе этого достаточно но если вы хотите больше то придется короче есть такой специальный там переходник ну как вот не переходник а внешний накопитель можно купить правда он стоит дорого поэтому как-то не знаю не очень-то оправданно этот слишком дорогой вот поэтому вот это единственный минус короче в остальном игрухи работают быстро xbox запускается моментально молниеносно просто он смотрите сейчас я его выключу просто вам показать причем он запоминает сейчас я выключаю консоль выключу все она выключилась сейчас я включаю консоль так а не нажал вот видите чпок он ведь как она быстро включилась теперь я называю свою игру о мать все она включается игра с того момента где я там я сыграю то есть вот меня замочили они замочили еще ну короче вот видите как офигенно на большом играть согласитесь на большом экране так куда покруче играть чем на этом ноутбуке маленьком с 15 дюймовыми экрана и приставка стоит всего 25000 там 25000 у вас есть же телевизор большой вот и все удовольствие геймпасс и все работает все покупается кибербанки все все и работают хотя и санкции вели до официально ничего не купить но все мы знаем как можно все покупать до ставим регион сша и покупаем ключи сайтов полно где продаются все геймпасс работает игры покупается никаких проблем нету кто боится зря боитесь видите все работает работает офигенно ноутбук также просто супер поэтому друзья вот те люди из вас которые тоже думают а что купить какой ноутбук или игровой ноутбук или что конечно дело все ваше но я назвал причины то есть минусы игрового ноутбука да ну просто если у вас просто нету другого выбора никакого вообще то есть ну просто вам по сути у вас маленькая комнатка не знаю ли вы переезжаете вы студент это тогда может быть оправданно купить игровой ноутбук но это понимаете лучше все-таки купить приставку игровой ноутбук все-таки телевизор ну хотя да вам придется когда купить телевизор еще чтоб подключить xbox но если у вас уже есть телевизор да лучше купить приставку отдельно и ноутбук отдельно ноутбуком вы можете ездить куда угодно путешествие брать с собой вы на учебу таскать и все прочее а для этого ноутбук нужен тоненький легенький чтобы надолго аккумулятор хватило чтобы он был приятный чтобы не стыдно было с собой взять чтобы он был просто офигенно быстро работал для этого лучшие ноутбуки делают вот на windows это microsoft ну вот и если вам нужен ноутбук если вам не ну без разницы windows или apple уберите конечно макбук они получше чем microsoft но они примерно одном уровне все-таки apple чуть-чуть получше вот вот и все что я хотел сказать принципе друзья поэтому конечно каждый будет решать что покупать ему до каждый будет решать сам но для себя я вот вывод сделал такой это видео наверное называется так назову так почему я продал игровой ноутбук вот несколько причин почему то есть для меня лучший вариант это вот такой для игр приставка для всего остального офигенный ноутбук от microsoft все друзья на этом всем спасибо за внимание всем пока